Строительство жилья, подключение частного сектора к центральному отоплению, работа скважины. Эти и другие вопросы задавали главе Тампонского района местные жители во время традиционных отчетов о работе за прошлый год. С подробностями наш корреспондент Нина Ханарова. Завершились отчеты главы перед населением за 2015 год, которые прошли в течение двух месяцев. В этом году отчеты прошли в 12 населенных пунктах и в двух крупных организациях райцентра поселка Хандыга. Глава отчитался в селах Мигиналдам, Кресхальжай, Ударник, Арыталон, Охотский перевоз, Теплый ключ. В остальных поселениях отчеты провели его заместители. 2015 год был объявлен годом у нас, годом молодежи, республик, годом предпринимательства. В этом году проведена определенная работа. Ну и конечно самое большое забытие это было 70-летие Победы, где мы все объединившись собрали в свой районный фонд определенные средства, чуть больше двух миллионов рублей. Ну и провели ряд мероприятий. В разных поселениях задавали разные вопросы, актуальные для каждого. В сайдах тепло в КСК, подключение частного сектора к централизованному отоплению, в Кискиле строительство, переправы, жилья. В теплом ключе работа в скважине и другие жизненно важные вопросы. В райцентре отчеты прошли не только в КСК, но и в крупных бюджетных организациях, жилищно-коммунальном хозяйстве и центральной районной больнице. В целом работа администрации оценена положительно. В текущем году району предстоят большие юбилейные мероприятия. Юбилей ведающегося хозяйственного деятеля Василия Михайловича Кладкина. 85-летие со дня основания Тампонского района. 70-летие поселков Теплый Ключ и Хандыга. Сделано за этот год немало, но предстоит сделать еще больше. Нина Ханарова, Наталья Пермякова, НВК Саха, Тампонский район.